Обильный снегопад в городе продолжается уже неделю. На дорогах и тротуарах образовались снежные заносы. В таких ситуациях перед коммунальными службами города ставится первоочередная задача ликвидировать последствия снегопада на центральных и внутриквартальных дорогах и очистить подъездные пути к социально важным объектам. Вся имеющаяся техника предприятия МУПДОР при таких погодных условиях трудится на городских дорогах. Стараемся, чтобы минимальная техника стояла на ремонте. Что осложняет, это техника старая. Новый вот Амкадор, который на базе К-705, он уже трое суток в маячном находится. Снегопадок двосуточный идет. Шнекоротор, который на базе К-700, который старый уже, но он идет, он расширение дорог делал вот эти два дня по городу. Сейчас вот он должен работать в авиаторе, ну в шахтерском там, на кладбище дорогу. Каждый день до обеда занят тем, что пробивает дорогу на кладбище, потому что похороны каждый день. Вывоз снега, те дни мы вывозили снег, но вот сегодня в день мы планировали там, ну, три КАМАЗа поставить, погрузчик. Мы все это отменили, так как погрузчик нужен, ну, на частном секторе. Поэтому вот такая такая установка. Дорожные службы просят автовладельцев парковать свои машины так, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Непрекращающийся снегопад стал серьезной помехой для движения автомобильного транспорта. А чисткой внутридомовых территорий занимается РЭУ, который заказывает технику в транспортной базе. Дворники же работают в усиленном режиме. В 7 часов начинаем чистить подъезды. До 11 чистим, потом на обед идем, сейчас обратно чистим, если снег идет сильный. Тяжеловато, когда в таких условиях вот работают? Ну, когда пушистый, легче, а когда мокрый, то тяжело, конечно. Он прилипает к лопате, плохо откидывается. По прогнозам синоптиков, до конца рабочей недели ожидается выпадение осадков. При этом температура воздуха будет понижаться. И в воскресенье достигнет отметки минус 22 градуса. Татьяна Сафонова, Денис Тихонов. Новости.